Здравствуйте, я Шагин Анатолий Алексеевич. У меня доклад «Зоологическая форма движения материи». Извините, Иван Михайлович, я вас попрошу сюда. Рассмотрим. Зоология – это одна из самых быстрых развивающихся наук 21 века. Я являюсь идеологом творческого класса. Разработал книгу «Социал». А «Зоологическая форма движения материи» я занялся в связи с тем, что марксизм как таковой на данный момент исчерпал резервы своего развития. И мне приходится заниматься, и в том числе в последней нашей встрече я докладывал про информационную форму движения материи, про политэкономическую форму движения материи. И сегодня я доложил про зоологическую форму движения материи. Дело в том, что в марксизме, как и Энгельс, перечислил форму движения материи, так до сих пор развития вот этого философского рассмотрения вообще всей материи до сих пор практически и не было. Значит, если мы посмотрим на дерево развития живой материи, которое показано здесь на рисунке, то есть это дерево эволюции живого. Изначально всего живого, значит, появляются бактерии, спротоклетки, затем из них ответвляется растение, затем на дереве появляются животные, которые в свою очередь разделяются на насекомых, и позвоночных. И дальнейшее развитие вот этого дерева приводит к образованию человека. Растения и животные представляют собой два царства. Это как бы общепринятое. Но вот животный мир, наше познание, оно можно охарактеризовать следующим. Если Аристотель в III веке до н.э., он описал 500 животных, то Карл Линей в XVIII веке уже 4208 видов. В начале XIX века было 48 тысяч животных известно. В конце XIX века уже 400 тысяч. А сейчас уже известно миллион животных. В систематике животного мира известно 8 таксономических категорий. Это домен, царство, тип, класс, отряд, семейство, род и вид. Мой доклад будет освещает, во-первых, вот здесь показано углавление, это развитие зоологии, которое произошло. Второе – это философия зоологической природы. Третье – описание материи живого животного. Четвёртое – это нервное обучение. И пятое – это типы нервных систем. И затем будет заключение. А основной гипотезой моего доклада является то, что зоология является отдельной формой движения материи. Сейчас имеется отдельно животное царство и растительное царство. На рисунке два представлены типичные представители. Например, куст и мышь. Различие животных и растений представлено в таблице 1. В основном все отличия можно перечислить такими характеристиками, как строение клеток, дыхание, питание, передвижение, раздражимость, размножение, выделение, осморегуляция, рост и запас углеродов. Все эти признаки для животных и растений отличны, но, к сожалению, на данный момент общепризнано, что все эти различия можно свести к количественным изменениям. И поэтому животное царство не выделяется в отдельную форму движения материи, а как бы относится к биологической форме движения материи. Ну, с чем это, значит, какие последствия от того, что животное царство относится к биологической. Биология подразделяется где-то примерно на 30 подразделений. То есть 30 наук, входящие в биологию, и в том числе одной из наук является зоология. И, соответственно, зоологии человечество посвящает всего одну тридцатую часть от того, что положено, от того, что идет на развитие биологии. Это на данный момент, это очень мало. Например, если послушать лекции Маркова, а Марков – это популяризатор науки биологии, Александр Марков, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник пантеологического института, руководитель кафедры биологической эволюции, он прочитал лекцию «Открытие в эволюции. Итоги 2017 года». Так вот, из 12 итогов, все 12 открытий были посвящены открытиям в животном царстве. То есть, эта наука, она практически выдвигается на передовые рубежи. Но проблема, опять-таки, заключается в том, что если отсутствие, как таковой, этой формы движения, вообще в теории марксизма. Значит, рассмотрим философию зоологической, так сказать, природы. Здесь, на рисунке 3, показан график развития материи. Вот этой красной линии проходит график развития материи. Если в марксизме развитие материи представляется, так сказать, простой последовательной, механическая, физическая, химическая, биологическая, социальная, то на этом графике эти материи, они выстраиваются в виде кривой линии. А по вертикальной оси откладывается энергия взаимодействия элементов данной формы движения материи. Ну, например, химическое взаимодействие молекулы сопровождается выделением энергии 10 электрон-вольт, физическое – 10 шестой электрон-вольт. И за счет, значит, вот этот график, он становится более наглядным по сравнению с упрощенным изображением марксистской теории. И по этому графику, по горизонтальной оси отложено время развития живой материи. Начиная от 4,6 миллиарда лет появления молекул, затем 3,8 миллиарда лет назад появления организмов, 400 миллионов лет назад появление живой материи, и где-то в современности это появление социальной и политэкономической формы движения материи. Этот график интересен тем, что зоологическая, здесь выделена зеленым цветом, зоологическая форма движения материи, она появляется между биологической формой движения материи и социальной. Причем промежуток появления очень большой. Например, от того, как появляются молекулы, до того, как появляются организмы, ну, проходит всего 900 миллионов лет. А от того, как появляются организмы, до того, как появляются животные, проходит 3 миллиарда 400 миллионов. То есть, промежуток времени оказывается настолько большим, что вот это появление животных, оно очень такое оказалось продолжительным событием. Ну, и, казалось бы, появятся первые клетки, и должны были сразу животные. Казалось, очень большой промежуток времени прошел для того, чтобы зародились животные. Ну, относительно того, что новых форм движения материи, в марксизме были попытки, например, создать... Кедров Бонифати Михайлович предлагал геологическую форму движения материи. Он уже предлагал и кибернетическую, предлагалось также другими авторами космологическую, географическую и ландшафтную форму движения материи. Но проблема оказалась в том, что одного названия недостаточно. Нужно подвести какую-то, так сказать, материальную базу под развитие этой материи. То есть, просто назвать, скажешь, вот геологическая форма движения материи. А что эта материя означает, к сожалению, не удается определить. В этом графике еще очень важно, что прослежена последовательность возникновения форм движения материи. То есть, по времени они все представляют непрерывную линию. Есть определенные характеристики, которые высказывал Энгельс по тому, чтобы определить форму движения материи. К сожалению, в марксизме форма движения материи как бы определяется постфактум. Вот механическое – это просто передвижение, биологическое – это появление живого чего-то. А вот критерий возникновения и развития, к сожалению, в марксизме не дается. Просто дается постфактум наличие явления и примеры его проявления. А вот критерий, к сожалению, такой вопрос очень казался сложноватый. Я в прошлый раз хотел эту философскую, зоологическую форму движения материи доложить, но не хватило тямы для того, чтобы подойти и объективно рассмотреть этот вопрос. Ну, Энгельс в своё время разработал классификацию форм движения материи. И основные пункты заключаются в следующем. Значит, форма движения материи связана с определённым носителем. Второе. Формы движения материи качественно различны. Третье. Формы движения материи при надлежащих условиях превращаются друг в друга. Четвёртое. Формы движения материи отличаются по степени сложности, причём высшие и возникают как синтез низших. И пятое. Классификация форм движения материи служит основой классификации наук. Ну, вот по пункту формы движения материи связанных с определённым материальным носителем, можно сказать, что материальным носителем зоологической формы движения является животное. Вот здесь они, как бы, как первый элемент этой материи, здесь отметено животное, то есть момент их появления. Ну, элементарный объект зоологии – это животное. Качественное различие форм движения материи, можно определить тем, что растения и животные определяют два различных царства. То есть вот два царства – это есть и принципиальные различия. Момент превращения одной формы движения материи в другую также отражается в этом графике, то есть из биологической формы движения материи неизбежно должна была появиться животная форма движения материи. Здесь, вот, если опираться просто на эти вот пункты, то можно сказать, что зоологическая форма движения материи является отдельной формой движения материи. Но этого оказалось недостаточно. необходимо также определить всё-таки материю живого. То есть что же за материю представляет собой живое. Изначально живое произошло от простейших организмов, которые, например, прокариотическая клетка, которая показана на рисунке 4. На данный момент известно около 70 тысяч видов простейших, которые были основанием всего живого. Одноклеточные организмы появились 2 миллиарда лет назад. Многоклеточные появились 600 миллионов лет назад. То есть прошло такой большой период времени, чтобы появились многоклеточные. Затем появились 400 миллионов лет назад членистоногие. Что нам даёт появление многоклеточных организмов? При переходе многоклеточным организмом стаёт перед природой задача взаимодействия клеток между собой. То есть порождаются новые ткани, а именно эпителиальная, ну то есть кожа, внутренняя, так сказать, пищеводы, мышечная, соединительная, то есть кости, сухожилия и прочее, и неродная. То есть вот эти вот четыре ткани, они определяют, характерны для животных. Рассмотрим ещё понятие, что же такое животное. К сожалению, в научных словарях такого понятия нет. Есть там вторичные понятия животного, а как такового животного нет. Единственное, что я нашёл, это в толковом языке, русского языка, Жегова. Он определяет так. Животное – это живой организм, существо, обладающее способностью двигаться и питающееся, в отличие от растений, готовыми органическими соединениями. Но кто занимался определением понятия, тот видит, что понятие вообще-то как бы не определено. Потому что что значит? То же самое, что собака – это слон, который в отличие… Собака – это слон, который виляет хвостом, в отличие от слона. То есть здесь это определение вообще-то, по сути говоря, неправильное. Посмотрим по этому определению. Если считать, что отличием является способность перемещаться, то материальным носителем животного являются ноги организма. И совершенствование их является основным механизмом развития организма. При таком условии всё разнообразие животного мира заключалось бы в разнообразии форм ног при одинаковой голове. Потому что раз ноги являются ведущим, так сказать, характеристикой, но это не так. Также принципиальным отличием являются наличие живота, то есть системы питания. Я считаю, что основным основное развитие животных связано с развитием нервной ткани. Вот из четырёх видов тканей, которые отличают растения от животного. Именно нервная ткань является главным признаком животного. И поэтому кратко можно сказать грубо, что животное это организм с нервной системой. нервной тут надо уточнить, не всякая нервная система является определяющим для организма. Вот нервная система по определению это система организма, обеспечивающая взаимосвязанную регуляцию деятельности всех систем организма и реакцию на изменение условий внутренней и внешней среды. Нас интересует я считаю, что из нервной системы нас интересует значение, которое проявляется в передаче информации от одного поколения к другому. Еще Жан-Батист Ламарк в своей книге «Философия зоологии» написал второй закон, который заключается в том, что все, что природа заставила особи переобрести или утратить под влиянием условий, в которых с давних пор пребывает их природа, и следовательно под влиянием преобладания употребления или неупотребления той или иной части тела, все эта природа сохраняет путем размножения новых особей, которые происходят от первых при условии, если приобретены изменения обоим полам или тем особям, от которых новые особи произошли. в книге социал я аналогично исследую и основное приспособление я описываю приспособление животных я описываю формулу познания это творчество плюс обучение и здесь характерно тем, что творчество относится к случайному процессу а основное отличие это обучение то есть способ передачи полезной информации которые накапливает данный особь своему последующему поколению на таблице 2 вот способы обучения показаны здесь для различных форм движения предживое биологическое зоологическое социальное политэкономическое показаны способы обучения для предживого в общем нет для биологического генный способ обучения то есть изменение генного аппарата ведет наследование этих изменений случайное в зоологии мы можем назвать что это нервный способ обучения в чем он проявляется ну так ладно в социальном это подражательный и политэкономический книжный нервный способ обучения заключается в том что животное в процессе своей жизнедеятельности вырабатывает определенные рефлексии и эти рефлексии они передаются половым образом передаются последующему поколению вот с учетом второго закона ламарка можно процесс передачи знаний описать так в результате многочисленных повторений поведения у животного вырабатывается рефлекс рефлекс записывается в половых клетках затем передается новому поколению и в новом поколении воспроизводится как врожденный рефлекс типы нервных систем здесь надо остановиться на типах нервных систем то есть развитие всего живого приводит к тому что совершенствуются типы нервных систем диффузовая цволовая узловая трубчатая головная высшая вот на последний мы видим что развитие этой нервной системы приводит к новой форме движения к социальной форме движения материи то есть именно вот этот показатель он и является основанием для развития заключение скажу следующее зоология это биология организма зоологическая форма движения она расположена между биологической и социальной природа это поведение организмов материальный носитель животные наука которая изучает это зоология еще хотел бы заметить что появление зоологической формы движения материи устраняется двухсотлетняя война между дарвинистами и ламаркистами что является причиной так сказать основной причиной развития живой материи 200 лет уже идет спор а такой подход он говорит что в какой-то части это происходит посредством нервной деятельности а в какой-то части генетическое обучение все это спасибо спасибо все-таки но это самое такое живетопещущий вопрос это что первично курица или яйцо это очень хороший вопрос что первично все-таки курица или яйцо динозавров есть яйца были курица курица хорошо пожалуйста ваш ремарка вопрос три взаимосвязанных вопроса откуда появляются сразу и повсеместно миллионы новых видов например кембрийский взрыв сразу 10 миллионов новых видов появился причем по всей планете раз почему не уцелели вполне конкурентно способные виды скажем саблезубые тигры пещерные медведи даже медартальцы кто их вытолкнуло из реальности и последний вопрос почему остановились свое развитие очень вроде бы перспективные уцелевшие виды например дельфины в которых мозг больше чем человеческий слоны сороки собаки аронутаны и шимпанзе что остановило их дальнейшее развитие вот три вопроса они взаимосвязаны мне хотелось бы вопросы по теме доклада почему исчезли те или иные виды это не относится к теме доклада я хотел бы не отвечать вы имеете право не отвечать один ответ вы признаете вообще наличие зоологической формы движения мотива конечно хорошо ну от того что вы узнаете почему погибли саблезубые тигры не изменится ваше отношение можно вопрос да пожалуйста не хотела бы еще спросить вот получается что движение материи а не взяли этот термин немножко переначать эволюция эволюция форм материи которые предполагают различные виды то есть эволюция форм и первично ли сознание или первично материальное как сказать составляющее потому что все эти формы материи как вы говорите движущиеся обладающие сознанием то есть сознание мы не исключаем то есть что порождает сознание той материи которая эволюционирует нервные клетки или сознание наоборот формирует себе органы и ткани которые позволяют этому виду эволюционировать ну примерно так ну я материалист если посмотрим на график то мы увидим что по мере снижения температуры появляется человек то есть вот в начальной температуре там тысячи градусов когда начинают образовываться молекулы человека не может появиться однозначно то есть материя она природа формировала формировала материю именно в соответствии со снижением температуры нашей вселенной углала бы температура другая и материя была бы другая вот мы здесь говорили что наследуются признаки которые появились на штате выработки рефлексов условных рефлексов но то есть трофеев денисович синька то есть вы санна да он сейчас становится приятным я не работаю я не радуюсь синька я вообще вполне его поддерживал мужик такой был годастыр дайте мне работать ему мне мешают ну хорошо вот еще замечать вот вы говорили здесь развитие вот животных оно очень долго продолжалось а вот смотрите теперь на этот график смотрите в это же время очень медленно остывала вот эта вселенная и то есть похоже она мешала ей в это время вот вот резко вот это изменение животные появлялись ну график я не скоро ну просто так я как физик я просто графики люблю поэтому я на него смотрю я такие вот напрашиваются выводы что здесь просто животным вот эти мешало просто в идее такая пока не прошли химические реакции вы сказали что животные очень долго развивают да а вот им мешало как раз вот это что очень медленное изменение температуры вот я выяснил как вот ну все пожалуйста что вы можете сказать касательно информационного движения материи можно ли выделить ее в отдельную форму движения и на каком основании или она присутствует во всех вами перечисленных у меня немножко другое информационная форма движения материи я докладывал информационная форма движения материи материальным носителем является супрамолекулярные соединения супрамолекулярные в отличие от молекул там химического взаимодействия нет там есть информационное взаимодействие и супрамолекулы они обладают не химическими свойствами а у них в основном происходят обратимые реакции то есть солнышко нагрело реакция пошла в одну сторону солнышко зашло реакция пошла в другую и в принципе то мы-то все являемся супрамолекулярными потому что все большинство наших реакций являются обратимыми то есть перенос кислорода кислород захватился доставился потом обратно и поэтому супрамолекулы это очень интересное явление химик открывший супрамолекулы ну описавший супрамолекулы получил нобелевскую премию но опять-таки это уже не химические взаимодействия а предтехи всего информационного прогресса живой материи а вот в той связи которой мы пользуемся тоже супрамолекулы участвуют в какую связи ну вот в частности технической в информационно-технической я имею ввиду радиоволны радиоволны да например нет мы покинем супрамолекулы пожалуйста ваше имя отчество филипс филипс вот а мы можем также причислить некоторых животных к тому что они обладают социальной иерархией и социальным поведением вот например волки которые организуют стаю там четкое взаимодействие между членами стаи они четко расставляют свои роли когда нападают на скажем так других животных вот и в этом отношении они в какой-то степени подобны нашему обществу понимаете незачем мы отказываем да по идеологии творческого класса волки остаются являются социальной формой движения материи социум это общество там больше меньше а в марксизме социальная форма движения материи это только человеческое только человеческое движение человеческое общество это говорит о шовинизме марксизма почему собираем движение антропоцентризм развитие ну пока человек не стал извините пока он не стал homo sapiens sapiens извините он все равно стадное животное он все равно социум вам предоставить нет я просто объясню нюансы марксизм к сожалению не догма к сожалению очень часто ошибаются пожалуйста вопрос философ почему не догма это единственное верное учение ну извините это сказал ленин но он всякой чушь говорит кто еще хочет вопросы или кремарки пожалуйста хорошо спасибо большое